В Оркутах поистине город представляет собой мрачную картину, пустые многоэтажки, школа, больница, магазины, парк с монументом. Тяжело представить, что по улицам этого, когда-то динамичного развивающегося и успешного города, ходили толпы счастливых людей, а во дворах и парках звучал детский смех. Сейчас это пустое место, представляющее из себя опасный лабиринт, руин и заброшенных зданий, среди которых нас подстерегает опасность в виде зараженных людей и других выживших, которые в большинстве потеряли последние капли человечности и хотят только крови в большинстве случаев, не выживания ради. Как говорил Габриэль Лауп, Жестоко, враждебно и несправедливо все, окружающее нас. Всюду воздвигнуты преграды против естественных побуждений. На каждом шагу наталкиваешься на низкую злобу, и приходится защищаться и защищаться, чтобы не быть уничтоженным. Мы решили, что нужно начинать пытаться выйти из него, да и побыстрее, для нашей же безопасности. Все открытки, вывески и пути ведут только на юг. Мы не знаем, что нас там будет ждать, но другого пути уже нет. Но мы готовы встретить опасности лицом к лицу. Как говорится, выживать не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям. Уже мы были готовы идти, и все было хорошо, но мы услышали гром вдали. Люди говорят, что это так называемый выброс. Что это такое, мы не знали. И что это за аномалия, но когда она происходит, лучше найти себе хорошее укрытие и надежное, как бункер или бомбоубежище. А, подожди, нам сейчас еще где-то надо будет пережидать в каком-нибудь доме. Выброс. Пошли, перейдем. Можно пока на крышу подняться, вот которую мы сейчас пришли. Там может патрончики будут, где-нибудь. Так, я взял с собой берегуну. Что, может туда или куда? Наверх? Куда? А двадцатиэтажка, она занята или нет? Да, там они состроены. Две? Дарт, мой лобби. Гром приближался и приближался, и в любой момент мог произойти выброс. И, к сожалению, двадцатиэтажка была занята, и выбора у нас уже не было. И нам пришлось занять эту пятиэтажку, которая больше напоминает руины, чем нормальный дом. Вот я намок, но у меня температура растет. Что за бред? Нет, это то, что сейчас здание, скорее всего. Узнание, наверное, растет, потому что, типа, ну, здание. Или скотер-четер. Разошел? Ты забрался все-таки в осинку? Да. Нет, я его просто присылал в сказку. Перевешивайте, и та же самая снайперка получилась. А что, присылал? Так, подожди. А, выброс будет? Будет? Не будет? Скажу я вам одно. Если начинается сильный гром над вами, а погода начинает вести себя как ненормальная, это выброс. И бегите скорее. Потому что во время него аж земля трясется, и голова крутится, и сильно тошнит. И в один прекрасный момент вы можете просто вырубиться на некоторое время. Если вы были в укрытии, то вы счастливчик. А если нет, то земля вам пухом. О, все, прячемся. Так, ну я надеюсь в этом здании вроде все нормально должно быть. Не должны умереть. А хер я знает. Тут кезда не подходит. Из-за того, что в окна и двери. Это первый? Нет, нормально. Выдержит. Ты живой? Живой? Алло. Да, да. Отдвигаемся. Пошли. Ты что повод ловишь? Вот и прошел выброс. И мы его пережили. Чувства не самые лучшие, но пора идти на юг. Мы выбрали путь идти не по дорогам, из-за их опасности. И наш путь ведет через старую церковь. За городом, которое рядом с кладбищем. Не, 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 вот на улице температура нормальная у меня растет. Так, дело не в температуре, а в том, что одежда намокает. Она у тебя, если промок, промокший станет, ты просто заметишь разницу. Да. Hello. Я увидел этого типа, и в моей голове произошел звук взвода револьвера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова